Сотрудники этой компании, открывшей свой офис в центре Екатеринбурга, утверждают, что способны превратить ваши 300 тысяч рублей в миллион всего за год. Они носят роскошные платья и костюмы тройки, жилетки, как у биржевых маклеров из американских фильмов, и периодически что-то нюхают в туалете. В их офисе непрерывно транслируются телевизионные бизнес-новости, а когда им удается убедить нового клиента вложить свои деньги в инвестиции или в игру на фондовой бирже, то бьют в колокольчик. Куда заходите, видите колокольчик, все цыгали, короче. Еще одного сделали, лохан. Такой удар в колокол прозвучал в офисе компании Golden Low за пять минут до того, как в него вошла съемочная группа ТАО, Дмитрий Чукреев со своим народным контролем и волонтеры гражданского сообщества «Заступники». Колокол звонил по этой вот Екатеринбурженке Ирине, пришедшей сюда, чтобы устроиться на работу бухгалтером. Но после общения с будущим работодателем, расставшейся со своими 75 тысячами рублей, Ирине было обещано, что теперь у нее появится свой личный кабинет на сайте биржевого брокера Тифайгер, а в нем ее счет на тысячу долларов, которые уже скоро превратятся в две, а то и в три тысячи. Вы не побоялись деньги отдать, понятно кому, непонятно за что, за призрачной какой-то прибылью? Я предполагала тут работать и отдавала деньги будущему нанимателю, то есть завтра я думала, что подпишу договор. Не смутило Екатеринбурженку даже то, что деньги ей было предложено перевести по номеру телефона одной из сотрудниц офиса на личную банковскую карту той. А взамен ей не дали не то что договора, но даже маломальского чека. В ответ на требования волонтеров, заступников вернуть женщине только что полученные от нее деньги, сотрудница Маша призналась, что их у нее уже нет. У организации, принимающей ежедневно от населения сотни тысяч рублей, нет ни юридического лица. А соответственно нет и никаких лицензий на финансовую деятельность. Это странное обстоятельство здесь объясняют тем, что сами они никаких сделок не проводят, а лишь подсказывают клиентам, куда нужно вложить деньги, чтобы быстро их приумножить. В биржевого брокера Тифайгер. При этом организации с таким названием нет ни среди лицензированных Центробанком России биржевых игроков, ни в списках финансовых регуляторов Великобритании и Германии, откуда якобы родом этот брокер. Существование этого брокера, рекомендующего его своим клиентам сотрудники Golden Low подтверждают только вот такой безликой страницы в интернете. Екатеринбуржец Ренат, оставивший здесь 299 тысяч взятых им в кредит, фальшивку раскусил уже на следующий день и обратился к волонтерам с просьбой помочь ему вернуть эти деньги. А те перенаправили эту просьбу руководителю компании Ивану. Тут же он взял кредит, вас передал без всяких подтверждающих документов, затем попросил, потребовал обратно деньги и ему было отказано. Что? Ему не надо сказать, ему нужно вернуть деньги. Я требовал свои деньги обратно, да. Но там у них тоже свои схемы, махинации. То есть, чтобы я вывел свои деньги, мне надо торговать. Чем больше я торгую, тем больше пациентства своего счета я могу вывести. И вот этот сайт, это якобы брокер. Сайт это и есть брокер? Да. Сайт это и есть брокер, чтобы понимать. Да. Любой человек сейчас может написать T-Fiber в интернете и увидеть всю правду просто на глазах. О том, что свои деньги с сайта T-Fiber практически невозможно вывести, нам подтвердили сразу несколько сотрудников Golden Low. В том числе встреченных в этом же офисе. Я сюда пришел как художник. Ага, понятно. А что тут вам предлагали рисовать? А что предлагали рисовать? Первую неделю была рисовка рекламы. Ага. То есть разговоры были. Угу. Потом потихоньку уже я понял, что доеду. Угу. Но я буду зарабатывать свои бабки. Либо село, либо разговаривали. Понятно, понятно. Ну, а в общем, вот ты сейчас говоришь, что они просили как-то вложить куда-то. Прям просить не просили. Не просили вложить. Рассказывали, что вот это, вот это есть. Так работает система, да? Угу. Может, этим хотели заинтересовать. Ну, ты же сразу понял, да, что это все... Пока поснимаешь. Что это мошенничество. Я все три дня думал, что какая-то... Да, конечно, это же очевидно. Это же очевидно. Еще один бывший сотрудник, но уфимского офиса той же конторы, рассказал ТАУ, что за полгода работы вложил в этого фейкового брокера 600 тысяч рублей, занятых им у родных и знакомых. А на руки получил только 150 тысяч. Абсолютно каждый сотрудник у нас был, ну, как зомби, можно так сказать, наверное. Просто промывали им мозги и говорили, что наша компания самая лучшая. С деньгами работают в двух местах. В банках и в нашей компании. Вот наш слоган. Это полный лохотрон. На такое вестись нельзя. Потому что люди в действительности брали кредиты. Ну, мы это называли активами банка. На самом-то деле нет. Это обычный кредит, который... Пока придет этот вывод, у тебя проценты капнут еще два раза. По словам молодого уфимца, а юноша признался, что опасается вместе со стороны бывших работодателей, хотя те и переехали в Екатеринбург, ему и его коллегам в день удовольствием собрать деньги с трех-десяти новых клиентов. В месяц в офисе оседало от 40 до 80 тысяч долларов. Но были и так называемые выдающиеся победы. И, кстати, на моих глазах прям руководитель закрывал человека на 5,5 миллионов рублей. Никогда это не забуду. Он закрыл 3,5 миллиона, это только инвестиции, а потом еще дополнительными продуктами все добил. Там робота подороже продал, школу, трейдеров, все вообще продал, человек выкупил. Обман состоит в том, что аккаунта не существует. То есть это трейдеры, брокеры, не существующие. Это пустой аккаунт, денежные средства. Человек берет кредит, переводит на физическое лицо, и на самом аккаунте ничего не остается. Он пустышка. Просто 10 тысяч долларов нарисованные. То, что я сейчас бы на бумажке нарисовала, и все. Уже после выхода первых серий нашего расследования с Аленой Холнозаровой связалась бывшая сотрудница Екатеринбургского офиса «Голден Лоу», проработавшая там всего один месяц, но успевшая за это время продать квартиру и передать деньги от продажи этим эффективным менеджерам. Как и других, девушку позвали просто на работу администратором. И так же, как и другим, предложили дополнительный доход от игры на бирже. Это было, конечно, очень заманчивое предложение, что помимо зарплаты может быть еще дополнительный доход, причем хороший доход. Вот. Сперва я согласилась, вложила 100 тысяч, но они сказали, что это очень мало, там был малый доход, поэтому надо больше брать. Екатеринбурженка попыталась взять кредиты в нескольких банках, но получила отказ. И тогда она проболталась, что у нее есть загородная дача – квартир в одном из райцентров Свердловской области. Курировавший ее менеджер Максим Котельников немедленно ухватился за эту новость. Мы с вами за счет того, что мы воспользуемся таким данным инструментом, который у вас сейчас служит пассивом, мы просто сможем, вы только вдумайтесь, буквально за 3-4 месяца заработать практически полмиллиона. Я, грубо говоря, даю вам возможность открыть для себя новый мир, мир, в котором вы не будете нуждаться в финансах, где финансы будут работать на вас. Сотрудники «Голден Лоу» буквально за неделю продали эту дачу за 600 тысяч рублей, которые девушка тут же передала вот этому парню в жилетке Илье Кириллову. Оба уроженца города Березники и Пермского края Максим и Илья ранее руководили уфимским офисом этой компании, а затем зимой этого года перебрались в Екатеринбург. Получив от Екатеринбурженки 600 тысяч рублей плюс 60 тысяч заведения счета, Максим с Ильей заверили, что сейчас-то она заживет на широкую ногу. Но... Месяц они ввели мой счет. Со счета мы сняли только один раз 35 тысяч, и то 30 собрали они себе как комиссию на ведение счета, и получила я только 5 тысяч со своего счета. Потом, когда вот случилась вся эта ситуация с журналистами, у нас прекратилась работа, нас всех отправили домой. И вот тогда я и начала переживать, что здесь что-то нечисто. Я приехал в офис, спросил, могу ли я закрыть свой счет и получить деньги обратно. Мне сказали, что это займет очень много времени, месяцев 5-6. И можно будет выводить по 80 тысяч, плюс комиссия 30 тысяч, то есть по 60 тысяч в месяц за 6 месяцев. Ну, это, конечно же, гораздо меньше той суммы, что у меня было изначально. Как вернуть деньги, потерявшись загородную квартиру Екатерин Буженке, сейчас, думаю, члены гражданского сообщества «Заступники». С двумя другими пострадавшими, Ренатом Ириной, проблема была решена оригинальным образом. Еще представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Иван Сергеевич. Фамилию сейчас скажите, можно сказать? Болдырев. Представившийся Иваном Сергеевичем Болдыревым, управляющий компанией «Голден Лоу» Иван Вячеславович Доеличев, услышав вопрос журналиста, где он хранит наркотики, попытался сбежать. А не сумев это сделать, решил отдать деньги двум пострадавшим. Переводом 75 тысяч рублей Ирине, откуда мы, собственно, и узнали, что он скрывает свое настоящее имя, и наличными 300 тысяч рублей Ренату. Доволен? Пойдем колокольчик этот ударить? Чтобы не заходить, наш. Как вы, когда? Славь. Яркая вывеска в дистрит, в самом центре нашего города, на улице Луначарского. «Голден Лав» призывает молодежь и людей постарше прийти и принести свои деньги сюда. Им обещают максимально 200% годовых. Огромные деньги можно заработать, но по факту, конечно же, никто ничего не получит. Забрать свои деньги вам будет практически нереально, зарабатывая только верхушка этого айсберга.